Мы приехали смотреть вот эти виллы, дверь тяжеленькая, хорошая, здесь находится шикарная гардеробная, друзья, посмотрите, терраса квадратной формы правильной, с которой открывается вид на море. Едем с вами по Каршияге, смотрим достопримечательности и едем как раз такие, чтобы показаться мутонхаусы и виллы, которые находятся вблизи моря, то есть по правую сторону от дороги. Вот тут вообще море очень близко. Такое ощущение, что мы немножко, наверное, переняться, сейчас посмотрим. Ну что, друзья, мы находимся в Каршияге, вот эти виллы, которые уже практически достроены, а сзади, видите, располагаются в два ряда еще другие виллы. Они, в принципе, я их когда-то хотел, вернее, подснимал на своем YouTube-канале, но внутрь не заходил. И сейчас появилась прекрасная возможность для того, чтобы зайти и вживую их посмотреть. Смотрите, мы находимся в где-то метрах 800 от дороги основной ведущей из Каршияге в сторону Гирне. Справа от нас располагается в этой части моря. Сейчас пройдем внутрь этой виллы и вживую оценим, как вообще она выглядит и что себя представляет. При входе нас встречает дверь. Сделана под... Ставка под дерево. Дверь тяжеленькая, хорошая. Здесь у нас находится, спрятая часа, за верю, сразу зона для шкафчиков для хранения. Посмотрите, есть для того, чтобы место, чтобы повесить одежду. Но, честно говоря, когда открываешь дверь, как бы хотелось бы, чтобы иметь сразу доступ к этим шкафчикам. Тут она, получается, закрывает. Ну, в принципе, это не принципиально. Опять же, слева располагается лестница, ведущая наверх. И здесь уже открывается у нас гостиная. Гостиная большая, просторная. Заканчивается впереди кухни, зоны кухни. Здесь у нас циклопакеты, пластиковые. Виды у нас открываются, посмотрите, на горы в этой части. На полу лежит белая мраморная плитка. Лестница тоже из плитки. Стена окрашена в такой темно-сине-зеленый какой-то цвет. Вот мне нравится зона кухни. В этой столешнице идет пластик. Пластик. Я думаю, каменная столешница. Нет. Она из ДСП. Покрыта просто лакированным пластиком. Но функциональная, большая, много места. Можно как раз-таки здесь ее использовать как зону обеденную. И, в принципе, как рабочую зону. Техника Samsung. Опять же, много шкафчиков. Опять же, выход идет на небольшую придомовую территорию. Здесь же соседствуют у нас другие виллы. Вот окно для хозяйки. С выходом, конечно, только частично боковой вид открывается на горы. У нас горы тут видны хорошо. Гипсокартон вверху установлен. Есть еще одна боковая дверь, выходящая во двор. То есть, тут практически три двери. Раз, два, три. Дальше идет небольшая дверь, которая, опять же, с кладовкой под лестницей. Еще одна дверь, которая выходит у нас на улицу. И гостевой туалет. Обратите внимание, как все это сделано, как выглядит. Давайте поднимемся на второй этаж. Так, что у нас здесь разместили? Разместили у нас сушильную машину, стиральную машину. Вместо дороги я сейчас не вижу, где прячется. Тут находится гостевой туалет. Тут даже дышевая кабина. Ее оборудовали вот таким образом. Слева при входе располагается спальня номер один. То есть, я вижу, это что, шоу-рум. Вот видите, через окно между лилами у нас просматривается такая небольшая кромка моря. В этой части помещение довольно, имеет прямоугольную форму, свободное. Помещается шкаф встроенный, место для тумбы, столика. И опять же идет в этой части тоже вид на море. На полу здесь уже лежит ламинат. Если в коридоре плитка, видите, мраморная, то в комнатах ламинат. Это очень хорошо как раз-таки для зимнего периода. Дальше. Оборудовали комнату для подростка. Опять же, два окна, стол, кровать, тумба, шкаф. В принципе, все, что минимальный набор, то, что необходимо школьнику. И вот комната мастер-бедру. Это мы уже видим, судя по большому помещению. В котором у нас располагается, смотрите, очень интересно сделано. Душ на две, получается, на два человека, на две персоны со стеклом открытым. Как бы интересное решение. Вот, честно говоря, я таких решений еще не видел. То есть, как финны любят. Здесь инсталляция, унитаз. Все в плитке. И непосредственно здесь находится уже зона мойки и окно. Два окошка сзади по бокам от квартиры. И еще, я так полагаю, здесь находится шикарная гардеробная, друзья. Посмотрите. Место полок вообще. И это все идет в стандарте. То есть, в принципе, вот ты покупаешь эту вилу и заезжаешь жить. Давайте выйдем с вами на террасу. Посмотрим на территорию, которая открывается в этой части. Видите, вилы. Одна вилла примыкает к другой. Крыша здесь неэксплуатированная. Ну и вокруг территория участка. Она небольшая. Но для того, чтобы поставить машину в гараж, есть возможность. Вот эта вилла. Она еще в состоянии без, получается, без внутренней отделки полностью. Видите, тут еще даже нету ни плитки. Тут на выбор есть возможность выбрать либо лабинат, либо плитку положить. Эта зона у нас гостиной. Ну, такие довольно относительно просторные. Есть окна. Они невысокие. Это метр девяносто. Максимум два визуально. Не во всю стену. Наверху гипсокартон. Уже тут положили плитку в этой комнате. Первая комната. Внизу располагается туалет. Поднимаемся на второй этаж. И у нас здесь есть терраса квадратной формы, правильной, с которой открывается вид на море. Будет ли что-то строить и помешает ли виду, неизвестно из этой виллы. Так, сюда находится общий туалет с ванной. Сделан в таком формате плитки. Справа комната первая. Тоже есть своя ниша, шкаф для шкафа. И зона для туалета. И есть небольшая терраса, выходящая на эту часть. Ну и здесь вторая комната. Вот, этот хаус небольшой, 2 плюс 1. Ну, в общем, так они выглядят, собственно. Вот, как видите, издалека наши виллы. С видом на горы. А в ту часть, если подойти по этому частному сектору, будет видно уже море. Так, здесь вот какая-то, не знаю, то это вилла, то это спасательная станция находится. Непонятно что. Вот такой взгорок, по которому мы спускаемся прямо к морю с вами. И внизу располагаются у нас еще другие виллы. Субтитры создавал DimaTorzok